ребят всем привет доброго вечера спасибо вам большое что вы включаетесь к нам несмотря на то что это вечер рабочего дня на моих числах уже 1901 я думаю что можем начинать прежде чем представить нашего дорогого гостя давайте я быстренько представлюсь сама меня зовут белла я карьерный консультант по релокации в карьерном центре карпа курс из дипломированный психолог коуч в нашем карьерном центре я и мои коллеги алина и серёжа они сегодня с нами помогаем нашим студентам в поиске работы за рубежом в чем именно общая консультация по рынку труда составление вашего индивидуального карьерного трека и выстраивание вашей стратегии поиска работы за рубежом ну и конечно мы помогаем с основными моментами поиска работы вне зависимости того где вы будете искать работу какому рынку то есть вставление вашего резюме под страну сопроводительного письма помощь оформления вашего профиля в линкдин ну и в проведении тестового собеседования на английском и русском языках не забывайте что все это включено уже стоимость вашего курса вот так что если вы ищете работу приходите мы будем очень рады вам помочь так на этом мое мини представление закончилось давайте уже перейдем представление нашего спикера сегодня с нами прямиком из сша штат техас или да техас город остин ага очень огненно очень огненно крутой специалист аня наумова сертифицированный ай-ай-эн-эм-эл продакт менеджер с опытом работы в таких крупных компаниях как apple вконтакте зелло и fast and также они являются автором подкаста продкаст где вместе с моими гостями она делится информацией о разных особенностях поиска работы за рубеж не за рубежом сша прошу прощения вот аня спасибо тебе еще раз огромное за твое участие и за твое усилие вообще в подготовке к вебинару расскажи пожалуйста нашим гостям немного о себе да белла спасибо огромное что пригласила сегодня и очень рада видеть все все имена долиться не вижу не всей лица вижу но тем не менее вижу как много людей сегодня пришло это очень здорово да немножко обо мне я начала свою карьеру в айти в далеком 2006 году в проекте одноклассники когда это еще был стартап маленький стартап и соответственно я прошла через все на слиянии поглощения да вот у меня со мной мой талисман если кто-то знаком с моим с моим каналом все знают что периодически ко мне приходит кот и висит на стуле на голове и где угодно вот соответственно на 2013 году я получила должность официальную продукт менеджера и с тех пор началась моя карьера продуктом то есть уже 10 лет я работаю продукт менеджером в 2016 году я переезжаю в сша и присоединяюсь проекту fasten это ride sharing тоже с российскими корнями дальше у меня были криптопроекты после криптопроекта был zel это мобильная рация достаточно тоже популярная во всем мире и последний мой проект был apple где я занималась внутренними тузами для департамента маркетинга вот да помимо всего этого я еще занимаюсь каналом своим у меня youtube канал где я рассказываю про переезд с сша про поиск работы с сша и все что связано с карьерой в сша да я специализируюсь исключительно на сша и наверное такие мои мои любимые хобби это бег я бегун марафонец я пробежала вот очень успешно свой последний марафон в бостоне квалифицировалась на бостонский марафон да поэтому это тоже из таких моих очень важных хобби достижений я бегаю каждый день и достаточно большие дистанции вот здесь уместно вставить шутку я бегаю только от проблем я бегаю к достижениям достижениям да 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 спасибо огромное что рассказала о себе давайте тогда мы уже будем переходить к основной части нашего вебинара правда перед этим небольшой дисклеймер правил нашего сегодняшнего мероприятия если у вас есть какие-то вопросы не стесняйтесь задавать их чат мы будем постараться на них акцентировать внимание во время нашего разговора но если вдруг мы по какой-то случайности пропустим не волнуйтесь у нас в конце еще будет 10-15 минут на Q&A сессию вот так я думаю что теперь мы со всем уже разобрались можем перейти к самому вкусному Ань да давай мы построим наш сегодняшний разговор в таком формате интервью наша первая тема США как страна для жизни и мой первый вопрос какому человеку США будет наиболее комфортно для переезда и для жизни такой очень действительно такой обширный вопрос потому что мне кажется нет какого-то прототипа человека какого-то образа человека кому США подойдет потому что США это Соединенные Штаты и каждый штат он уникален поэтому вот в Штатах можно найти любой штат который тебе подходит по тем или иным критериям например если вы любите снег вы едете в Северные Штаты или там не знаю на Аляску даже да совсем брутально если вы любите тепло вы едете в Южные Штаты если вы поддерживаете демократию и все что с этим связано вы едете в демократические Штаты такие как Калифорния либо Нью-Йорк если вы поддерживаете консервативное движение республиканское вы едете в республиканские Штаты да если вы хотите платить подоходный налог Штата вы едете в одни Штаты если не хотите да другие да и так далее на самом деле США это очень-очень разная вообще какая-то культура и каждый штат он очень сильно отличается да как общаются люди какие у них акценты да поэтому люди в США всегда спрашивают откуда ты да даже если ты сам из США они спрашивают из какого ты штата потому что это очень много от тебя говорит да я из Бостона либо я из Техаса люди в Техасе вообще считают себя каким-то отдельным государством и вот они Техасы то есть это даже Техас называется Лон Стар Стейт да это штат одной звезды потому что они считают себя как отдельное государство поэтому мне кажется что в США место себе под солнцем могут найти кто угодно да работы здесь разные тоже много да если вы хотите работать в технологиях пожалуйста Штат если вы не хотите работать в технологиях хотите заниматься кулинарией да и печь какие-то классные тортики да что на самом деле здесь тоже очень ценится ручной труд и это порой бывает что люди которые зарабатывают ручным трудом они зарабатывают больше чем люди которые занимаются интеллектуальным трудом вот поэтому если если вы как кран краны чинят как забыла профессию сантехник да если вы сантехник вы богатый человек в США потому что сантехники на вес золота и сантехники себе зарабатывают приличные деньги за свои визиты не каждый американец готов сидеть и крутить трубы в туалете да и вот поэтому мне кажется США это страна для любого человека который просто хочет ну каким-то образом верно изменить свою жизнь вот и попробовать что и попробовать что-то новое да а вот если говорить о культуре в целом например существуют ли какие-то может быть культурные особенности которые характерны для американцев и США в целом к чему нужно быть целым готовым да есть некие как бы общие понимания там по культурным особенностям да допустим все-таки США это такая где каждый думает сам о себе да штат то есть индивидуалистский страна индивидуалистская да и здесь я во главе всего стоит это так принято считать в целом это так и есть но опять же таки возвращаясь к тому что США это очень разношерстная публика штаты тоже разные и люди здесь разные иммигранты да здесь очень много иммигрантов которые привозят свои культуры допустим если мы говорим про штаты или города более мексиканские допустим вот техас в техасе очень много иммигрантов из мексики логично потому что мы находимся на границе здесь очень сильное влияние мексиканской культуры вот соответственно мексиканцы они коллективисты вот и поэтому если вы попадаете в какой-то такой город типа сан антонио где очень много проживает мексиканского населения или где-нибудь во флориде вы попадаете в коллективистскую культуру где вот брат за брата да друг за друга а если вы попадаете в более такое северные штаты они более американские белые индивидуалистские типа вот бостона да там вот например каждый сам за себя но в целом да вот США отличается тем что вот я это я да и если говорить про уже наверное тему вот резюме поиск работы очень классным примером является то как вы себя описываете в резюме как вы описываете свои достижения вот США принято когда вы интервьюруетесь говорить что я сделал топ я запустил то-то всем понятно что вы работали в команде что у вас был коллектив команда там разработчиков тестирование кейт так далее но это вы это сделали да если вы я опять же таки говорю я продукт-менеджер продукт-менеджер поэтому я вообще руками по факту ничего не делаю ну вот продукт-менеджер по факту вот он да он просто говорит всем что делает да сам что-то может написать какую-нибудь документацию да но в целом продукт-менеджер руками ничего не делает но тем не менее я обязана говорить на любом собеседовании что я запустила фичу я создала продукт хотя я его фактически не создавала да и это вызывает очень большой диссонанс у людей которые приезжают сюда из восточной европы где принято говорить что мы это сделали мы с командой запустили что в США расценивается как будто вы не уверены в своих достижениях то есть вы как бы перекладываете ответственность прикладываете все за свою работу на кого-то еще вот это такое очень такое яркое отличие да мне кажется у нас в россии в целом как-то не очень принято говорить я и я это наверное будет единственный такой момент который нужно будет хорошо держать голове и усвоить спасибо вот павел пишет еще есть культура защиты от харассмента да абсолютно согласна что касается вот дискриминации харассмента сто процентов да здесь в лицо никто тебе не скажет что ты не знаю толстый да или какой-то некрасивый или цвет кожи у тебя не тот да и никто тебя в целом не спросит про твое положение семейное планируешь ли ты детей да здесь как бы не принято вообще такое спрашивать это твоя личная информация павел правда на любом собеседовании вообще везде тебя будут спрашивать информацию относящиеся к твоей исключительно профессиональной деятельности да никакой личной информации спрашивать ну меня ни разу не спрашивали то есть это в целом не принято и действительно ты можешь пожаловаться на харассмент на дискриминацию на что-то еще поэтому это просто как бы даже опасно такое спрашивать да а если ты не против можем вот сделать небольшой шаг назад мне кажется мы так круто вышли в работу уже в резюме буквально хотел вопрос именно про жизнь в сша на твой взгляд вот просто если человек например переезжает сколько стоит жизнь вообще в сша или это тоже разница от штата к штату тоже тоже все разница от штата к штату от города к городу от района к району например да вот но по штатам примерно понятно есть штата калифорния дорогой штат есть какой-нибудь мидвест стат ухайо да дешевый штат ну относительно дешевый относительно калифорнии относительно москвы наверное все равно будет дорогой да ну или россии в целом вот дальше мы берем штат и дальше делим на города к примеру даже ту же самую калифорнию можно разобрать есть сан-франциско дорого буквально час от сан-франциско езды есть сакраменто столица калифорния дешево да жить там дешево вот на дальше мы берем какой-то даже район город есть районы дешевые есть районы дорогие все это зависит от школы да точнее как бы район влияет на рейтинг школ рейтинг школ влияет на стоимость жизни района это такой западный круг потому что чем дороже район тем больше налогов платится в бюджет этого района соответственно тем лучше школы чем лучше школы тем больше желающих учиться в этих школах и поэтому люди которые с большим доходом хотят районы где лучшие школы да потому что не хотят лучшего для своих детей соответственно поднимается стоимость жилья и вот этот замкнутый круг то есть есть буквально вот ну вот казусы что ты живешь через дорогу дом дорогой а через дорогу дешевый дешевый да вот вот просто потому что вот тот дорогой дом относится какой-то крутой школе а дешевый дом относится какой-то не очень крутой школе кстати говоря о школах вот и о разных государственных учреждениях на твой взгляд какая вообще помощь существует государства жителям США все опять же таки зависит от штата вот нету в штатах очень мало чего контролируется на федеральном уровне какие-то общие там конституция да миграционный закон контролируется на уровне государства все остальное контролируется на уровне штата и те же самые пособия там школы образование здравоохранение безопасность полиция это все контролируется на уровне штата соответственно есть штаты которые демократические которые больше вкладывают вот в обеспечение каких-то социально незащищенных слоев населения например та же самая калифорния нью-йорк потому что там есть доход налог с доходов налог штата с доходов а например штат Техас здесь нету он штат республиканский здесь нету налога штата на доход то есть я живя в Техасе плачу меньше налогов чем житель калифорнии например но это влияет на как раз обеспечение социально социальных уязвленных слоей населения которым которые допустим не могут получить какую-то социальную помощь да бесплатное бесплатное образование точнее не образование образование бесплатное оно всем доступно бесплатную медицину я имею ввиду бесплатную медицину например да вот то есть это очень сильно вот вот вообще зависит от штата есть программы если вы зарабатываете меньше какого-то определенного прожиточного минимума меньше определенного значения вы можете поддаваться на бесплатную медицину на бесплатное питание в школе например на какие-то дополнительные фудстемпы фудстемпы это бесплатная еда на какие-то другие бенефиты вы можете получить субсидированное жилье или более дешевое жилье все это существует но это все очень сильно зависит от штата да в демократических штатах это легче получить в республиканские штатах это сложнее получить вот я еще хотела прокомментировать то что написал паша для примера нью-йорк аренда двухкомнатной квартиры это 3000 долларов и еда на четырех 3000 долларов вот это будет разница я так понимаю штаток штата очень сильно и нью-йорк тоже то есть если мы говорим про манхэттен до двухкомнатной квартиры будет стоить я не знаю там 6 может быть 8000 долларов да то есть если мы говорим про там бруклин стейтен айланд или какие-то отдаленные районы или не очень благополучные районы в квинс да то это будет ну подешевле даже можно найти в каком штате мы живете да я живу в техасе я живу штате техас город остин остин это самый дорогой город штата техас это фактически вторая силиконовая долина да я жила в нью-йорке я жила в нью-йорке поэтому я знаю чем мы говорим я жила еще в бостоне и я жила в калифорнию то есть я жила в четырех штатах вот техас мне больше всего понравился есть чем сравнить так точно да 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 окей тогда мы можем я думаю уже переходить к более насущной теме именно как раз поиску работы рынке труда мы немножечко уже коснулись давай поговорим наверное о том как сейчас обстоят дела на айти рынке сша особенно на фоне вот последних событий layoffs из фанга расскажи пожалуйста на твой взгляд как сейчас обстоит на ситуация очень интересная я 7 лет живу в сша я ни разу не видела такого вообще на рынке вообще в целом на рынке да и сша и в россии я войти получается шестнадцатого года нет какой шестнадцатого шестого года да и осознанную свою жизнь я была продуктом уже 10 лет я ни разу не видела чтобы должность айтишника была настолько уязвлена и уязвлена да потому что я всегда считала что айти будет только расти вперед и вперед и всегда будет востребована и сейчас я попала в такую ситуацию но как не я вообще в целом люди войти которые здесь кого уволили кого не уволили кто продолжает работать все просто понимают что ну все в зоне риска тех кого уволили те ну уже ощутили это те кого еще не уволили на переживают что их возможно уволят да потому что вот эти волны сокращения они происходят каждый день каждый день какие-то компании кого-то увольняют да мы слышим самые какие-то крупные увольнения допустим amazon уволил последний раз сколько девять тысяч человек да это вот доносится но если зайти на сайт называется layoffs . fyi да то вы увидите список каждый день обновляется каждый день какие-то компании кого-то сокращают в сша и и в целом по всему миру да там компании из европы есть компании из азии и так далее ситуация сложная ситуация тяжелая потому что да в сша в сша действительно кризис я думаю многие слышали про про банки ситуацию в целом кризис чувствуется уже давно после того как началась подниматься ставка на ипотеку да это мы еще почувствовали сейчас скажу в начале начале прошлого года да когда взлетела ставка на ипотеку ипотека в сша всегда была достаточно дешевая ну дешевая в плане процентной ставки то есть это было там два процента три процента и тут резко в начале прошлого года она скаканула на четыре пять шесть семь процентов да и вот это начало колебать очень сильно рынок люди уже не могли себе покупать жилье в ипотеку да соответственно вот это вот начало шатать экономику в начале следующего года и где-то в ноябре начали прям такие уже серьезные звоночки с увольнениями крупными вот мета уволила в ноябре начали начался харин фриз в ноябре прошлого года и сейчас он продолжается то есть не кажется что мы катимся вниз 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 да и вот где дно где вот этот яма после которых должно по идее пойти рост пока еще непонятно кажется что март был пока ну из всего всех времен месяцев он был самым худшим с точки зрения и найма и увольнений фриза и всего такого то есть сейчас какая у нас ситуация все больше и больше уволенных людей то есть по официальным данным того же сайта с самого сайта layoffs три триста пятьдесят тысяч это официально неофициально говорят цифры уже шестьсот тысяч вот примерно вот в эту сторону двигается почему цифры разнятся потому что есть еще контрактники которых не учитывают вот этот сайт да сайт учитывает full-time employees чем отличаются контрактники от full-time которые работают в штате да то что контрактники по дефолту не работают в компании они работают на контракте как бы консалтеры и их легко можно уволить у них в контракте это прописано мы вас увольняем и все вот это в контракте поэтому крупные компании первым делом избавлялись и от от контрактников и их тоже огромное количество вот соответственно да это вот как раз статистика но опять же таки мы говорим про официальную статистику да мы не говорим сейчас вот на этом сайте к сожалению не указаны контрактные работники да поэтому мы сейчас говорим о цифре где-то пятьсот шестьсот тысяч человек которых уволили последнее время параллельно с этим огромным увольнением идет hiring freeze да многие компании сейчас не нанимают допустим по количеству вакансий снижается каждый месяц количество вакансий то есть вот я смотрела недавно статистику сейчас 150 тысяч вакансий на рынке США за прошлый месяц за февраль что на 15 процентов меньше чем в январе и соответственно меньше чем декабре в прошлом году да поэтому вакансии снижаются компании просто боятся нанимать они не знают вообще что ожидать и в целом компании вот какие-то гиганты увольняют остальные компании сидят на это смотрят что происходит да и просто тоже боятся да вот и поэтому сидят все боятся и думают да так ага непонятно вот поэтому в очень многие компаниях hiring freeze но все равно остаются компании которые нанимают да не так все прям вообще печально все вот мы совсем уже на дне лежим ну вот хотя я вот меня я все жду когда это дно будет да вот все жду дна потому что внизу постучали да 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 что все потому что когда-то это должно закончиться да когда-то когда-то должны прекратить увольнять в таких масштабах и когда-то должны начать опять заново нанимать людей вот не знаю когда вот люди прогнозируют разные сроки да кто-то говорит концу года начнется улучшение кто-то говорит через год кто-то через полтора да поэтому я для себя решила вот год поставлю такой дедлайн что наверное следующей весной будет лучше ну вот но как бы никто не знает да я не буду спекулировать на том что мы не можем предугадать и на каком-то предсказании будущем вот да соответственно что кто пострадал да какие слои населения айти специалистов в первую очередь конечно рекрутеры пострадали потому что естественно не нанимая в таких количеств как раньше нанимали в видное время оперейшн все что связано да с обслуживанием вот этого всего какой-то бэк-офис да потому что тоже вот все что связано с обслуживанием новых кандидатов в америке есть еще такая должность которая занимается дайверсити да чтобы все кандидаты были дайверс да разнообразными с разными бэкграундами с разными разных национальностей раз так далее да вот вот это все оно конечно в первую очередь пострадало но тем не менее увольняют вообще всех то есть часто увольняют прям целый отдел да вот вот всех да и и рекрутеров и девелоперов и продуктов дизайнеров и так далее всех увольняют просто раз целый отдел отрезали да а что же делать теперь тогда если ты ищешь работу вот особенно мне кстати интересно вот тоже твое мнение послушать относительно рынка труда мне кажется многим интересно еще и послушать в качестве грейдов то есть например что делать джунам что делать медлам что делать сеньорам кто сейчас более востребован выходить на рынок как ты сказала год потом попозже или как-то сейчас пытаться искать ну смотрите да что касается сша сша вообще карьера в сша да это долгосрочная стратегия то есть это не то что вот мы раз и завтра переехали в сша и это никогда так не было сша люди которые планируют приехать в сша занимаются этим как минимум год как минимум года иногда больше зависимости от виза почему потому что к примеру та же самая виза рабочая h1b это лотерея которая проходит всего лишь один раз в год в марте месяце соответственно готовиться к локотереи вы должны примеру осенью осенью вы находите начинаете искать себе работодателя зимой вы находите весной работодатель играет лотерея допустим выигрывает и к лету вы переезжаете ну цикл год да если вы не выигрываете то вы играете заново да и вот проходит второй год да если мы говорим про визу талантов это наверное там вторая популярности виза хотя среди не технических специалистов это виза номер один если брать продукта то люди занимаются тоже год пока ты соберешь свой кейс пока ты его проговоришь с юристом пока ты его там переделаешь пока подашь и все это очень долго в сша все процессы связанные с какой-то бюрократическими структурами они очень очень долгие там три месяца рассматривать одно заявление то есть примерно вот год да поэтому поэтому что мы сейчас имеем да мы имеем сейчас кризис который не знаю достигна либо еще достигнет на мы не знаем да но мы знаем что кризис всегда заканчивается и пойдет траектория роста вверх примерно можно поставить себе точку там год да как раз этот год вы должны использовать для того чтобы подготовиться к росту когда будет этот рост вы уже готовы да допустим если вы хотите переезжать по визе 1 у вас через год уже собран ваш кейс вы уже все знаете у вас уже есть там все награды все ваши достижения вы все сделали вы поговорили с юристом вы все сложили напечатали не знаю вам нужно только получить последнюю оффер петицию от работодателя да у вас все готово если вы по визе h1b вы тоже готовитесь к собеседованию вы тренируетесь вы какие-то на дополнительные может быть образование себе приобретаете далее что то еще да и через год опять готовы поэтому я считаю что на прям наверное сегодня да сегодня наверное переезжать в сша это такая затея сложная да но готовиться нужно начинать уже сегодня потому что собеседование в сша это это боль да это отдельный скилл которым люди учатся годами и и и вот теперь подумайте да люди которые сейчас потеряли работу что они сейчас делают они собеседуются они тренируются у них практика каждый день интервью да и когда начнется рост они такие вот мы уже все знаем у нас уже подготовлено там офигенное резюме идеальное у нас уже есть пич мы уже знаем как отвечать на те вопросы и они уже они уже подготовлены и подойдут к этому моменту роста да люди которые будут сейчас сидеть и ждать пока кризис закончится в сша они не будут готовиться они потеряют время и когда придет время поддаваться они начнут поддаваться они не готовы они двусловно связать не могут они не могут и себе рассказать да и они будут конкурировать всем кто сейчас практикуется кто сейчас готовится да и чтобы занять как бы первое место в очереди поэтому я я всем сейчас советую если кто-то смотрит именно на жизнь с сша продолжать готовиться тренироваться и продолжать развиваться в этом направлении иметь в голове то что тот факт что переезд с сша это процесс долгосрочный он не будет вам никогда не будет очень быстрый переезд с сша это долгий сложный процесс и требующий много вложений сил ну и соответственно заниматься своим образованием вот что касается людей которые здесь да вот вчера как раз у меня был эфир для жителей сша которые потеряли работу в том числе были и которые вот немножко чувствуют себя и уязвленными сейчас да у кого-то паника у кого-то тревога у кого-то еще что-то да и мы просто разговаривали на эту тему ребят как можно сейчас выжить вообще люди людям нужны деньги понятно факт но из-за того что ты паникуешь и тревожишься денег больше не прибавится вот поэтому нужно немножко выйти за рамки вот своей как бы out of the box да по-английски это называется и подумать посмотреть по сторонам да что я могу сейчас сделать ну вот естественно первое что всегда всегда советуется рекомендуется вообще всем иметь подушку безопасности если вы переезжаете в сша ребят первое что вы должны делать накопить на полгода себе жизни если у вас не будет работы да вот не не тратить первую зарплату на поездку в майами да накопить деньги чтобы у вас было точно полгода лежала в банке денег на полгода потом потом съездите в майами и потом купите себе дом потом купите себе что-то да накопить денег чтобы если что у вас всегда были деньги вот это первое конечно что сейчас советуется дальше посмотреть на какие-то другие работы потому что да в технологиях даже для тех кто живет сейчас здесь даже тех у кого есть виза гражданство и так далее найти работу очень сложно конкуренция просто огромная по тысячи больше человек на вакансию даже в какие-то самые захудалые стартапы люди которые в жизни не видели такого потока кандидатов идут огромные просто очереди с кандидатов при этом очень хороших квалифицированных которые готовы еще работать за небольшие деньги да хочу заметить что зарплаты пошли вниз сильно пошли вниз сейчас в сша на вот вот эти вот позиции потому что крупные фан компании они не платят свою ну они не нанимают поэтому нет вот этих конских зарплат которые мы все там любим там 200 плюс к до тысяч долларов вот этого нету сейчас на рынке я не вижу вообще такого да и зато есть компания которая предлагает 100 тысяч зарплату что на самом деле достаточно низкая зарплата для для айтишника ну не джуна я имею ввиду да и и а там конкуренция огромная потому что другого нет вариантов нет альтернатив нет поэтому конечно смотрите да выходите рамки за рамки айти вообще я считаю что наверное круто иметь какую-то дополнительную должность какой-то опыт работы не войти да то есть получается на одном айти ты ну вот есть ситуации что ты далеко не уедешь да классно если ты умеешь опять же таки быть слесарем да который сейчас вот примеру опа айти в не очень хорошем положении а ты умеешь чинить краны да пожалуйста зарабатывай свои 100 100 долларов в час чиня краны да или делай что-то еще поэтому вот посмотрите если у вас есть какие-то еще знания какой-то опыт может быть какие-то таланты я не знаю может быть мечты чем-то заниматься может быть вы всю жизнь мечтали печь торты да но вы сидели на своем кресле да в корпорации не могли себе позволить печь торты да сегодня отличная возможность заняться чем-то еще и последнее что я рекомендую людям это подумать в сторону своего бизнеса потому что сша это отличная возможность отличное место для развития своего собственного бизнеса здесь очень хорошая поддержка для бизнеса от государства можно получить кредиты можно на творчество с людьми заводить знакомства и так далее вот то есть это вот те направления я ребятам советую не зарываться в поиск работ да продолжать искать но в таком более расслабленном режиме пассивном иначе вы просто сгорите вы перегорите потому что вы нервничаете вы подаете свое резюме вам приходит отказ вы переживаете да подаете еще вам приходит отказ и так далее это это вот такой порочный круг вам нужно откуда-то получать энергию и получать удовольствие что-то да положительное вот поэтому вот 30 процентов времени на поиск работы да остальное 70 процентов времени вот своего свободного на то чтобы заниматься чем-то еще хочу прям подчеркнуть двумя чертами слова потому что это правда очень важно не только на рынке США но и на рынке РФ это ситуация мне кажется которая касается очень многих и очень часто встречающая ситуация когда кандидат думает что со мной не так с вами все так с вами все ок это рын с рынком что-то не так да 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 вот Станислав пишет всем пока пошел на курсы по крану ну шутки шутками да 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 карпов крана да шутки шутками а вот я честно завидую людям которые здесь могут делать что-то еще мой знакомый программист учится на вторую профессию пилот грузового самолет супер кстати пилоты вообще их здесь огромная нехватка у меня было интервью с создателем летной школы пилотом в том числе да и он рассказывал про то как не хватает пилотов США да поэтому с удовольствием да отлично ну так мы все очень воодушевились состоянием рынка труда давайте тогда поговорим наверное о чем-то более положительным собственно самой подготовки которой мы должны сейчас тратить время подготовки к собеседованием корректировки своего резюме к такому пассивному поиску попытки искать пробоваться Ань на твой взгляд вот каковы особенности как раз этого собеседования в США к чему нужно готовиться да все все конечно зависит от вашей профессии да на какую должность вы подаетесь есть технические профессии разработчика да есть в основном аналитики данных data science мл так что да 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 я буду относить это к техническим специалистам потому что есть продакт менеджеры типа меня у которых все построено на разговоре стори тейлинге и так далее да там вот сто процентов нужны коммуникационные скиллы и возможность рассказать историю прям как 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 лев толстой да вот но тем не менее тем не менее для технических специалистов это качество тоже важно да потому что технические специалисты они не только проходят технические собеседования где нужно писать код в прямом эфире но еще и плюс вот те же самые устные интервью разговоры и вообще каждый человек в США начинает свое интервью с вопроса tell me about yourself это вопрос который задает задают всем независимости от вашей профессии это что такое tell me about yourself да это я часто задаю своим ребятам этот вопрос для того чтобы понять их уровень английского потому что и да я здесь убиваю двух зайцев первое я понимаю как они отвечают на этот вопрос я слышу как они говорят по-английски и вот очень частая ошибка люди начинают но они не знают вообще во первых они не знают как отвечать на этот вопрос хотя это очень важный вопрос и к нему нужно готовиться и начинает со своего какого-то я не знаю детства там как они родились там что а вот чаще всего знаете с чего начинает я там крым меня зовут владимир я жена мне 32 года я женат у меня пятеро детей да ну вот я говорю ребят да это вообще не то что хочет услышать от вас работодатель да как мы отвечаем на вопрос tell me about yourself это ваш очень короткий питч такое наверное 1 минута максимум 2 про ваши профессиональные какие-то карьерный может быть трек или ваше достижение да зависимость от того кто вы и что вы да вы можете начать с того что вы у вас такое-то образование и потом пойти по карьерному своему треку и сказать что вот сейчас вы ищете то 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 либо вы можете начать с последней работы я там продукт менеджер с опытом 10 лет да в таких компаниях как apple вконтакте и так далее я запустила то то сделала то то достигла того то да и вот сейчас да моя следующая цель это там развиваться в каких-то стартапах да к примеру да если я подаю стартапы вот вот примерно о чем должен быть ваш рассказ о себе да там не должно никакой вашей персональной информации естественно ваш возраст пол там семейное положение вы можете сказать о хобби можете не говорить да я я советую все-таки держаться в профессиональном ключе и на если вы отвечаете рекрутеру если это не относится если вы не подаетесь к примеру я как я упомянул что я марафонец если я подаюсь какой-то спортивный бренд в nike я скорее всего это скажу потому что мое хобби оно может как бы сыграть в плюс для решения да по поводу моей кандидатуры но если я подойду подаюсь какое-то банковское приложение то что я марафонец никого никому нафиг не нужно да если я только не смачусь там и и и мой нанимающий менеджер или рекрутер тоже не марафонец их скажет о круто да я тоже бегаю да ну то есть я советую держаться вот в рамках очень ваших профессиональных достижений и адаптировать ваш пич так же как и резюме под конкретную вакансию если вы подаетесь в стартап говорите что вы профессионал в стартапах и что у вас есть работа в стартапах потому что опыт в стартапах это одно если вы подаете корпорацию вы говорите о том что вы имеете опыт корпорациях и говорить о том, что вы там хороший командный игрок, что вы там любите делать, я не знаю, презентации, да, что любят в корпорациях обычно, сиди и делай презентации и присутствуй на миллионах митингов, да. Если вы подаете стартапы, говорите, что вы там сами можете принимать решения, работать в какой-то быстрый fast-paced environment, да, вот в этом всем вы говорите другое, да, вот вы себя продаете стартапам и интерпрайс-корпорациям по-разному, и, соответственно, от этого зависит ваш pitch. Вы продаете себя как там мобильный разработчик, да, или вы продаете себя как там iOS-разработчик или там Android, да, вот тоже там по-разному вы будете говорить и смотреть, что конкретно компании нужно от вас. Вот, это вот что касается tell me about yourself, этот вопрос задают всем, и разработчикам, и продукт-менеджерам, и рекрутерам, то есть вы должны написать на бумажке, да, выучить и рассказать. И рассказать, как минимум, я советую, ну, раз пять это рассказать, как минимум пять раз, да, чтобы быть готовым уже к настоящему интервью. Вы можете рассказать сами себе, записать себя на камеру, а потом послушать и посмотреть и ужаснуться. Это, кстати, офигенное упражнение. Вот всем всегда рекомендую это делать. Ребят, посмотрите, как вы выглядите для вашего рекрутера. Запишите себя на видеокамеру, да, на телефон. Подтверждаю, это замечательное упражнение. Я, наверное, еще хочу вернуть твою мысль о том, что хорошо бы рассказывать через I-statements, да, я сделал, я этого достиг, я разработал, запустил. Да, если мы говорим про tell me about yourself, да, если мы говорим про резюме, вот это summary, которое мы пишем, мы пишем от третьего лица. Вот, ну, по крайней мере, в Америке такие стандарты, да. В резюме ты не пишешь, что I, да, и ты не пишешь там she или he, да, что тоже, что еще хуже звучит, да, чем I. То, participated, там, installed, и т.д. и т.п. Да, то есть в резюме вот это summary вы пишете просто обезличенное. Product manager with 10 years of experience launched a mobile application for the social network, raised money, developed something, I don't know, increased revenue, да, и так далее. Вот это вот вы пишете обезличенно, то есть это все должно быть как бы, ну, понятно, что это о вас, но, да, не I. Когда вы отвечаете на вопрос tell me about yourself, да, вы говорите о себе. Я закончил такой-то университет, у меня такой-то бэкграунд, я работал там-то, там-то, достиг того-то, того-то, да. Мой следующий карьерный goal, цель, моя следующая карьерная цель, это, не знаю, такая-то, да, вот примерно так должно выглядеть. Да, можно еще вспомнить метод STAR, вот, очень помогает выстроить свой pitch. И, кстати, мы вот сейчас подошли немного к резюме, к его особенности, его составления. Да, давайте я расскажу про STAR, потому что ты спросила про собеседование, да, и я обязана упомянуть behavioral questions. Это тоже вопросы, которые будут задавать и техническим, и нетехническим специалистам. Давай, поговорим. Behavioral questions, что такое? Это вопросы, которые, поведенческие, да, вот они переводятся, поведенческие вопросы. Это вопросы, которые рекрутер будет, как бы, применять на, из вашего прошлого на ваше будущее, как вы будете действовать в той или иной ситуации. Примеры behavioral questions. Tell me about a time you disagreed with your boss. Tell me about your time you motivated your colleagues, coworkers. Вот такое, да, расскажи мне о времени, когда ты был не согласен со своим боссом. Вот, и как раз к этому, к таким типом вопросам. Tell me about a time. Вот, да, нужно применять вот эту методологию STAR, или она еще называется SAR. Это Situation, Action, Result. Да, смысл в том, что мы описываем ситуацию, да, вот, к примеру, про босс. У нас было там какое-нибудь разногласие по поводу сроков запуска, да. Вот вы это рассказываете, там, и как-то драматизируете эту ситуацию, да, что это, почему это было важно вообще. Ну, почему просто не согласиться, не запустить там на год позже, да, ну, вот вы описываете почему, да, что вы бы потеряли какое-то финансирование, к примеру. Да, дальше вы говорите, вот, у вас стояла задача убедить вашего босса запустить все-таки раньше, или там позже, к примеру. И дальше вы пишете Action, что вы сделали, да, вы применили, не просто вы там пошли, поболтали с боссом, да, естественно, или накричали на босса или там на коллегу, да, вы должны говорить, что вы применили там знания какой-нибудь аналитики, сделали анализ, провели какие-нибудь интервью, пообщались там с тем-то, с тем-то, да, и вот с этим анализом вы пришли к боссу, босс принял ваше решение, и в результате вы запустились, и все счастливы, вы не потеряли финансирование, а возвращаемся к ситуации, да, в проблеме, да, вы решили проблему, вот так вот выглядят вот эти вопросы, и как на них нужно отвечать в таком хорошем сторителлинге, и behavioral questions задают тоже всем, их задают разработчикам, их задают product manager, да, посмотреть, как вы будете действовать в той или иной ситуации. Часто проверяют ваши лидерские качества, особенно если вы собеседуетесь на более лидерские позиции, это обязательные вопросы, всегда их задают, либо на такой culture feed, да, как вы подходите к команде, да, вам могут спросить, как вы, да, были несогласны, решали конфликты с коллегами, да, чтобы понять, как вы будете решать конфликты с коллегами в текущем месте. И если у вас методы решения конфликтов с коллегами, там, пойти и набухаться, да, с коллегами, ну, к примеру, да, там, я такое тоже слышала, ребята, это кажется смешно, но я когда тоже проверяю, да, спрашиваю, да, вот мы пошли вот в бар, там, типа, попили пивка, и мы разрешили конфликт, да вы чего, понимаете, вы чего? То есть это выглядит как шутка, но это реально не шутка, многие придумывают такие истории. Нет, ваше решение должно быть исключительно профессиональным, да, да, никаких баров, бань, накричать там, либо там уволить кого-то, да, действие сверху вниз, вот это вообще неприемлемо в США. Все должно быть, как бы, таким дипломатическим путем, урегулирование, вот, и так далее. Вот, поэтому, да, 12 принципов, да, лидерство от Amazon. Да, кстати, хороший тоже, тоже советую почитать тем, кто, да, не в курсе, просто даже если вы не устраиваетесь в Amazon, это просто интересно, потому что это можно применить, 12 принципов лидерства, в принципе, ко всем американским компаниям, которые так или иначе хотят выглядеть хорошо в глазах, да, своих клиентов и сотрудников. Аня, я хотела тебя уточнить, буквально ты сказала cultural fit, я так понимаю, ты имеешь в виду cultural fit в компанию, не как американец, а скорее как именно культуру компании. Да, да, у каждой компании есть какая-то своя культура, они ищут людей разных, да, вот, очень сильно различаются, к примеру, стартапы и корпораты. Вот прям разные скиллы, им нужны все по-разному, да, в корпорации вам нужно, я не знаю, коммуницировать между кучей департаментов, да, и быть такой какой-то прокладкой, прослойкой, да, и делать еще презентации для менеджмента. А в стартапах вам просто нужно как бы вперед драйвить, не тормозить, да, а вот в корпорациях там наоборот надо притормозить лишний раз, да, сделать какие-то исследования, еще 10 раз со всеми поговорить. Вот это очень важно, да, и это тоже смотрят люди, как вы здесь, все-таки вы какой человек, там, стартап, или вы корпорат, вот, это тоже очень важно понять компаниям. Да, а если все-таки говорить о том, как все-таки попасть на это собеседование, то есть как написать хорошее резюме и, наверное, сопроводительное письмо. Кстати, это, наверное, отдельный вопрос вообще, стоит ли его писать, читают ли его. Давай начнем с резюме, наверное. Да, давайте начнем с резюме. Резюме в США – это, действительно, отдельно большая тема, но вот вкратце скажу, резюме в США – это очень такой скучный текст формата А4, лист черно-белый, никакой кастомизации, никаких фотографий и никаких личных данных. Поэтому, да, если у вас красивое такое голубенькое какое-нибудь с колоночками такое вот резюме с фотографией, да, и вот какие-нибудь еще линки вставлены, иконочки, эмоджи, да, пожалуйста, убирайте. Это вот резюме в США – это очень скучный формат. Почему такой? Потому что резюме в США пропускается через АТС. Это такие системы для резюме, где рекрутер выбирает резюме по ключевым словам. Соответственно, чем более кастомизировано ваше резюме, тем больше шанс, что ваше резюме просто тупо не пройдет АТС-систему. Оно где-то застрянет, потому что система АТС, она примитивная, она не может парсить какие-то сложные документы, колонки, цвета, шрифты и так далее. Она просто как бы засасывает, тупо выбирает ключевики, если ваше резюме застряло из-за кастомизации. Ну, это уже ваша проблема. Поэтому используйте самый простой формат, самые простые шрифты и просто такой скучный текст. Это первое. Почему? Второе. Просто когда его читают, тоже давайте облегчим жизнь рекрутера. Рекрутер, когда читает, как вот мы книгу читаем, мы примерно знаем слева направо, вот мы читаем, все понятно. Когда идет кастомизация, здесь блок, здесь блок, здесь блок. Начинается такой диссонанс. Мы теряемся. У нас больше времени на то, чтобы сфокусироваться на вашем резюме. Где посмотреть? Мы что-то теряем. Мы даже делали такой тест. Я провожу иногда разнос резюме в прямом эфире у себя на канале. И у нас есть с моим партнером, которым мы делаем, у нас есть тест. Называется тест «5 секунд. Скажи, что это за человек по резюме». И вот он должен за 5 минут просканировать и за 5 секунд, ну, мы делаем 10 секунд, да, и выбрать самое важное. И люди действительно, вот как бы мы действительно теряем какие-то важные блоки, если они где-то скастомизированы в углу или там в другом месте или другой шрифт. И получается, что за 10 секунд ты вытаскиваешь, вот рекрутер вытаскивает не ту информацию, которую ты хочешь показать. Поэтому, ребят, не выпендриваемся, да, берем самый стандартный формат, пишем наверху самое важное, внизу самое неважное. Все, да, вот. Все, давайте жалеть рекрутера, давайте делать жизнь рекрутеров легче, просто в ротик им запихивать информацию о вас, да, вот самое важное. Все, не мучайте. Вот. И, ну, что касается, да, фотографий личной информации, как мы уже говорили, харассман, дискриминация. В США все должно приниматься на основании ваших профессиональных достижений, а не фотографий, какие-то личные качества. Поэтому тоже убирайте. И последнее резюме – это список ваших достижений, а не процессов. Поэтому, если у вас в резюме разрабатывал алгоритмы, да, или там писал код, да, вот такие, пожалуйста, замените, да, что вы написали код для чего, да, чтобы что, да, что вы, зачем вы это делали, да. Или для дата-аналистов это часто. Вы не просто, там, строите репорты в табло, да, вы строите репорты в табло для того, чтобы получать какие-то инсайты, для того, чтобы люди, которые пользовались вашими репортами, получали инсайты и делали какие-то важные выводы на основании ваших репортов, да, вот как бы, вот что нужно указать. Потому что мы можем строить и писать, и разрабатывать, и проводить исследования, да, сколько угодно, да, но что это, мы потратили просто время компании и деньги, и ничего не сделали, зачем нам такой сотрудник, да. Я всегда говорю, да, вот ты молодец, ты целый год писал отчеты. Класс. А теперь, да, мы посчитаем, да, сколько денег ты потерял, да, для компании. Кстати, о деньгах, да, в конце не забывайте писать о том, желательно все в цифрах, то есть, например, если вы что-то сделали или автоматизировали, постарайтесь узнать уже на текущем моменте или, там, не знаю, постарайтесь хотя бы примерно прикинуть, что вы сократили, что увеличили, чтобы показать именно реальный результат в своем резюме. Аня, согласишься, нет? Да, да, и не обязательно деньги, да, вот здесь это реально часто ловушка, потому что все думают, что результат, он должен оцениваться только в деньгах. Не всегда мы можем оценить результат в деньгах. И на самом деле не всегда нужен, особенно если вы подаетесь в крупные компании, вот типа вот Google, да, вот вы в Google занимались какой-то маленькой деталькой, да, вы, не знаю, были менеджером кнопки. Но вы не можете, да, если это не кнопка там регистрации, конечно, ну, какая-нибудь кнопка там пожаловаться, да, вот. Вы не можете с помощью кнопки пожаловаться улучшить финансовые показатели Google. Ну, это бред, да, и всем это понятно. Но вы можете тем самым, да, снизить какие-то другие показатели. Ну, например, я не знаю, количество, там, не знаю, уходов клиентов, да, потому что они теперь легко могут пожаловаться вместо того, чтобы они там уходили или там заваливали почту какую-нибудь соседнюю, да, они теперь заваливают, вот, нажимая кнопку пожаловаться, да, и там уменьшили количество там плохих компаний. К примеру, если мы говорим пожаловаться на какую-нибудь компанию на Google Maps, да, вот какие-то такие, вы все равно на что-то повлияли, да, пусть это будет какая-то узкая ниша, но вы на нее повлияли. Лучше это показать, чем вы будете из пальца высасывать, как вы повлияли на финансовые показатели, да, с помощью этой кнопки. Поэтому будьте тоже с этим внимательны. Часто я встречаю первое, либо люди действительно влияют с помощью какой-то незначительной фичи на показатели компании Mail.ru Group, да, что, ну, явно фейк, либо люди боятся и говорят, я ничего не сделала, я никак не улучшил финансовые показатели, мне нечего показать в своем резюме, не нужно. Да, вот не нужно. Поэтому это вот такая ловушка. Показывайте то, в рамках чего вы несете ответственность. Это будет достаточно. Никому не нужны какие-то яркие финансовые взлеты и падения. Ну, не каждый имеет такие. Да, нужно тоже не забывать. Мне кажется, мы говорили тоже об этом на наших прошлых вебинарах. Не всякий кандидат – это тот кандидат, который должен быть прям супердостигатором, приносить деньги. И иногда нужен человек, который просто будет хорошо выполнять свою работу на текущем месте. Поэтому я думаю, что у нас точно найдутся достижения именно в этом ключе. Да, да. То есть что касается там дата-аналистов, вот у дата-аналистов, ну, скорее всего, у них будет достижение, что они создали репорт, дашборд, да, который был настолько удобным, да, что, я не знаю, люди, которыми пользовались, там, пользовались гораздо быстрее, да, вот там увеличил скорость, к примеру, там, какое-нибудь принятие решений, да, или построение графиков, да, примерно на основании дашборда. Вот что-то такое должно быть. То есть это не то, что дата-аналист построил дашборд, и прибыль компаний выросла в 10 раз. Да. Ну, нет, там слишком большая цепочка, да, после этого, да, дата-аналист строит дашборд для того, чтобы просто улучшить жизнь людей, которые пользуются этими дашбордами. Вместо того, чтобы сидеть, писать SQL query, да, сами и делать отчет в течение, там, целых дней, да, они теперь делают отчет в течение 10 секунд, да, вот супер, как бы, вот супер достижение. Это то, что как раз нужно людям, которые нанимают дата-аналитика. Так, ну, мне кажется, мы так объемно поговорили про резюмай, у нас остается немножко времени, я думаю, что мы можем обсудить как раз справедливую письму, вот, потому что мне кажется, что тут какие-то есть несогласия с разных сторон, одни говорят, что их никто не читает, другие говорят, нет, это, наоборот, сильно повышает ваши шансы. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, опять же-таки, я буду говорить со стороны американского рекрутера, американский рекрутер тратить на кандидата, на прочтение резюме, да, где-то 10-15 секунд. Если резюме ему не нравится, дальше ничего читать он не будет. Если резюме нравится, дальше он пойдет что-то читать. Вот, поэтому, просто почему, да, потому что поток огромный, особенно сейчас. То есть, если мы берем рынок России, рынок России, айтишный, он очень маленький. Рекрутер имеет, там, получает, к примеру, я не знаю, 10 резюме в день, да, у него есть время прочитать 10 резюме, по-моему, по 10 листов, да, как обычно там пишут из Катхантера выгрузку, да, скачать из Катхантера такую простыню, да. Не пишите 10 листов, пожалуйста. Да, 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 может себе позволить, я не знаю, прочитать сопроводительное письмо, да. Рекрутер в США – это машина, плюс включай АТС-ку, да. АТС-ка прогоняется. Вот, поэтому вероятность того, что ваше сопроводительное письмо как-то очень сильно повлияет на этом этапе, на этапе отсева, что вас пригласят, ну, достаточно низкая. Вот, но я слышала истории, я слышала истории, когда уже на следующих этапах сопроводительное письмо играло роль, когда были, допустим, два кандидата, и они были примерно одинаковые, они прошли, и вот нанимающий менеджер, да, прочел сопроводительное письмо, да, и принял какое-то свое решение. Вот, поэтому я лично, ну, потому что, опять же-таки, американский найм, в американские компании – это поток, это машина, это конвейер. Вы не можете, в идеале сопроводительное письмо должно быть написано под конкретную вакансию, под конкретную компанию. Да, сколько времени вы будете на это тратить? Полчаса, да, чтобы написать хорошее сопроводительное письмо. То есть если ваше сопроводительное, видимо, копипаст от компании, компании, да, оно не имеет смысла вообще. Ну, то есть я рекомендую писать сопроводительное письмо только тогда, когда вы понимаете, что это идеальная для вас компания. Вот все, вот вы, вот вы знаете, да, что, к примеру, у вас есть человек, который вас порекомендует, у вас есть понимание, что вас рассмотрят, да, к примеру, вы знаете менеджера или еще кого-то, да, вы знаете, что вакансия 100% вам подходит, вы идеальный кандидат под эту вакансию, да, и вы очень хотите там работать. Хорошо, напишите, напишите, да. Но если это вот поток, у вас просто не будет столько времени писать сопроводительные письма. Вот, я сама лично не пишу сопроводительные письма, ну, просто потому что у меня нет времени их писать. И я все свои работы находила без сопроводительных писем. То есть, мне кажется, хорошее резюме и дальше хороший питч, ответ на вопросы намного важнее, чем сопроводительные письма. Но если уж писать, то писать тогда, когда вы знаете, что вы точно подойдете этой компании, это ваше место. Да, и писать вот сопроводительное письмо, оно должно быть очень уникальным. Если вы напишите копипаст и с какой-то просто такой нонейм, да, это скорее будет вам в обред играть. Минус. Что-то, да, минус. Что вы мне написали, какой-то, я не знаю, фигню, которую вы рассылаете всем, такую спам-рассылку, да. Если вы не можете написать хорошее сопроводительное письмо, у вас нет времени, не пишите. Не пишите, да. Как ты думаешь, вот на фоне вот такой стратегии, которую ты предложила сейчас пассивно откликаться, имеет смысл нарабатывать скилл написания сопроводительных писем? Может быть, это тоже будет в плюс? Сопроводительные письма в целом хорошо, потому что это же отражение вашего питча «Tell me about yourself». Плюс-плюс вопрос «Почему вы хотите работать у нас?» Этот вопрос тоже очень часто задают. А что такое сопроводительное письмо? Это выжимка из «Tell me about yourself», самый сок, да, там два-три предложения. Плюс «Почему вы хотите работать у нас?» Да, почему вы хотите работать у нас? Это ваша страсть к этому проекту, да, вы должны показать заинтересованность. И почему вы этому проекту будете полезны, да, исходя из ваших скиллов, талантов и так далее. То есть, в принципе, это хорошая практика печей о себе. То есть, даже если вы можете написать сопроводительное письмо, его может никто не прочитать, но когда вы будете собеседоваться, у вас уже будет ответ на вопрос, на два вопроса, да, «Tell me about yourself» и «Почему вы хотите работать у нас?» Так что, если кратко резюмировать, пишите хорошее резюме, если вы хотите попасть в компанию, хотите вообще попасть на какую-то должность. Если вы точно знаете, что это ваша компания, пишите хорошие сопроводительные письма, нарабатывайте скилл «Tell me about yourself». Навык печи. Окей, так, ну мы так лихо прошлись вообще по всем темам. Я даже удивилась, что мы все успели. В принципе, мы подошли, наверное, к концу. У нас есть теперь 10-15 минут на ваши вопросы. Давайте, наверное, начнем с тех, которые мы не успели разобрать во время самого вебинара. Так, я нашла один. А вот Иван, а вот я просто с самого верха пошла, и мы не ответили на вопрос Ивана Сидоровского. Вопрос, Аня, о поводу профессии продукта. Какой вы видите сценарий перехода из аналитики в продукт-менеджмент? Какие аналитические позиции стоит метить, чтобы перейти в продукты, особенно за рубежом? Смотрите, аналитика – это прекрасный бэкграунд для того, чтобы стать продуктом. Аналитики – прекрасные продукты. Я, честно, завидую аналитикам, потому что работа продукта – это в том числе аналитика. Вот, соответственно, да, из чего состоит вообще работа продукта? Из каких компонентов? Это бизнес, понимание бизнеса, и это в том числе как раз туда входит аналитика, возможность анализировать данные о продукте, возможность анализировать данные о конкурентах, данные о рынке и так далее. Строить какие-то финансовые, возможно, модели. Да, юнит-экономику. То есть это вот бизнес. То есть она у вас уже есть, можем сказать. Да, вы, я думаю, какие-то, может быть, свежие формулы еще посмотрите. Да, но я считаю, что у вас все это есть. Да, знание бизнеса у вас уже хорошее. Да, дальше у нас идет знание технологий. Да, это вот как разрабатывается продукт. Вот это платформы, там, iOS, Android, веб-сервера, вот это все, да, вы должны это знать на уровне, ну, просто такого базового уровня, я сказала. То есть вам не обязательно программировать, чтобы быть продуктом, если вы не какой-то технический суперпродукт, какого-то сложного технического продукта, да, если вы какого-то обычного пользовательского продукта или B2B, вам не нужно программировать, вам просто нужно знать на таком базовом уровне, что это такое. Соответственно, если у вас нет этих знаний, идите на какие-нибудь курсы или бесплатно обучите, посмотрите. Я думаю, что полно очень доступной информации. И третье – это знание пользователя. Соответственно, вы должны уметь разговаривать с пользователями, узнавать их инсайты, да, знать метод customer development, да, user interview, вот это все. Вы должны обладать эмпатией, вы должны чувствовать своего пользователя, да, и понимать, где у пользователя какие-то могут быть проблемы. Вот. И у вас уже, как у аналитика, есть данные, опять же-таки, да, по пользователю, как пользователи пользуются вашим продуктом. То есть в целом, что вам нужно, наверное, вот в данном случае изучить, это изучить технологии, если у вас этого нету, да, посмотреть, как что работает, и изучить качественные именно исследования пользователя, потому что, скорее всего, количество у нас уже тоже есть, да, качественные, как получать инсайты и как на фоне этих инсайтов строить какие-то решения. И дальше вы прокачиваете свои лидерские способности, вам, конечно, обязательно быть инициативным. Да, product – это человек, который драйвит. Если вы скромно и стесняетесь, да, ну, вам нужно избавляться от этой скромности. Я не верю в экстравертов-интровертов. Я верю в то, что есть у тебя цель, либо нет у тебя цели, да. Любой экстраверт может пойти, достигать свои цели и пушить других людей, да, потому что, ну, работа product – это коммуникация. Вам нужно, вы обязаны со всеми разговаривать. Вот. Поэтому выходите из своего кокона, да, и проявляйте свои лидерские способности, и тем самым вы сможете стать классным продуктом сознания, аналитики. Вот. И опять же таки, что вы запишете у себя в резюме, вам нужно проявлять инициативу и что-то достигать, да. Кто такой product? Это человек, который maxing's done, да. Он завершает какие-то вещи. Он что-то делает, что-то запускает, да. Неважно что, вы можете запустить какой-то свой маленький проект, проект в рамках своей работы, в рамках там своего образования, что угодно, да, на коленках написать свой магазин, начать продавать, да, что угодно. Вы должны показать, что вы что-то сделали. Ань, извини, ради бога, я тебя здесь немножко перебью, чуть-чуть заторможу. Я просто волнуюсь, чтобы мы еще успели ответить на вопросы других ребят. Да, я надеюсь, что на предыдущий ответ вопрос мы уже ответили полностью. Да. А вот следующий такой вот маленький вопросик. Интересное наблюдение. Из Штатов при указании, что нужна будет виза, всегда прилетают отказы. Тогда как та же Европа-Азия, многие из откликов готовы спонсировать саму визу. Это сейчас такой момент или в целом всегда нужен work permit заранее? Да, когда вы думаете о переезде в Штаты, вы должны заранее подумать о том, как вы будете легализовываться. И я считаю, что это должно быть на ваших плечах. Это вы должны думать о том, как вы будете получать разрешение на работу. Про визы я уже поговорила. Есть H1B, там визы, которые выдает работодатель. Проблема с этими визами в том, что для работодателя это большой геморрой. И работодателю надо доказать, что они не смогли не найти никого на территории США. Сейчас доказать это очень сложно. И этот рынок, вообще виз рабочих H1B, он схвачен компаниями, которые перевозят людей из Индии. Это очень такой вот уже забитый рынок. Поэтому очень сложно достаточно найти сейчас компанию, которая будет спонсировать визу H1B. Поэтому если вы хотите переехать в США, я рекомендую посмотреть в сторону других виз. Например, это виза Таланта О1. Попробовать, может быть, L1. Это транзишн внутри компании. Если вы устраиваетесь в офис в Европе или в Азии, и компания вас перевозит в США, таких тоже примеров у меня полно, вы можете продолжать играть в лотерею Гринкард. Я переехала по лотерее, выиграла в лотерею Гринкард. Это возможно. Вы можете думать про бизнес, какие-то инвесторские, предпринимательские способы переехать. Вы можете выйти замуж или жениться, что тоже возможно. То есть есть разные варианты, и вы сами должны себе понимать, как вы будете переезжать. Поэтому, да, много отказов, потому что компании это не очень интересно. Окей. Так, следующий вопрос. Анна, расскажите, пожалуйста, про то, стоит ли развивать тут известность нетворкинг для поиска работы, и как лучше это делать? Ну, мне кажется, вопрос здесь, да, стоит, и лучше это делать, мне кажется, через LinkedIn, через, ну, может быть, какое-то другое мнение, Аня. Да, личный бренд, это, конечно, очень важно, очень важно, и, естественно, если вы целитесь в США, вам нужно развивать личный бренд на английском языке среди англоязычной аудитории, желательно американской. Вот, как это делать? Согласно про LinkedIn, и это должна быть долгосрочная стратегия. У меня есть, кстати, классное интервью с Ольгой Кингсбери об этом, и она такую очень классную вещь сказала, я прямо у меня засела в голове, да, нетворкинг, это не то, что вы прямо сегодня садитесь и натворчитесь сразу со всеми. Это долгосрочная стратегия в течение долгого времени, к примеру, если вы хотите через год переехать в США или начать, так сказать, работу, вы сегодня садитесь и начинаете, да, добавлять друзья, лайкать, комментировать, да, вот не просто, что вы такой холодный душ такой свалились на какого-нибудь важного для вас человека и написали ему холодное письмо. Вы должны примелькаться, вы должны быть у него на глазах, вы должны комментировать и лайкать все его посты, вы должны как-то поддерживать с ним контакт не просто сразу с вопроса, да, помоги мне найти работу, да, вы должны как бы стать его, ну, как бы другом, да, в таком, в Линкдине. И это процесс очень медленный, он занимает месяцы, поэтому мне очень понравился этот совет, я сама начала его применять, я начала активно читать Линкдине и ставить, комментировать лайки тем, кто мне интересен, людям, которые мне вот важны в перспективе с классных, с классными позициями, с классных работ и так далее. Жизненный пример, благодаря такой стратегии Анна сегодня с нами, как выяснилось. Да, 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 я... Окей, так, следующий вопрос у нас, что может сделать меня как специалиста более вкусного для следующего работодателя? Ну, мне кажется, этот вопрос, на самом деле, в какой сфере вы работаете больше, и мне кажется, это очень сильно зависит от работодателя, Аня, на твой взгляд. Ну, да, непонятно, как ответить. Я бы, наверное, открыла бы вакансию и посмотрела, что там. Вообще, ребят, читайте вакансию, там ключ к успеху. По крайней мере, половина, половина точная, половина ключа точно там есть. Вот, потому что вакансии описаны все то, что они хотят видеть в кандидате, и вы должны максимально совпадать с этой вакансией. Поэтому, чтобы быть вкусным для работодателя, вы должны видеть себя в этой вакансии, да, ну или, по крайней мере, вы должны продавать себя, да. Fake it until you make it тоже работает, да. Не важно, что у вас, они хотят с опытом пять лет, а у вас всего три, да, вы можете продавать себя как пятилетний, да, со знанием тех или иных технологий, даже если вы не очень хорошо их знаете, да. Такое тоже, такое работает, да. Поглашусь. Так, у нас еще следующий вопрос. Какие шансы зайти в Data Science без магистратуры? У меня есть предположение на этот, точнее, ответ на этот вопрос. Хочу послушать, что ты скажешь, Аня. Не знаю, ребята. Я не знаю. Тогда могу ответить. На самом деле шансы есть, безусловно, они, мне кажется, есть всегда, но просто вы должны понимать, что это будет таким вот частым требованием, и вы должны его либо закрыть наличием какого-то коммерческого опыта, то есть нам часто пишут либо MS, PhD, либо там relevant experience, он должен быть достаточно объемным. Насколько тяжело перейти из Академии химической науки в Data Analytics, Data Science? Александр, давайте вы придете к карьерному консультанту, и мы обсудим с вами конкретно ваш случай. Я думаю, что сейчас мы... Тяжело будет как-то ответить на этот вопрос. Насколько важен Kaggle в резюме для рекрутеров? Как Kaggle? Я так понимаю, как ресурс. Если там есть что показать... Kaggle? Kaggle, да. Ну, это такой специальный ресурс в сфере IT. Не буду сейчас посильно погружаться в его детали, но, короче, короткий ответ — да. Если вам есть что показать, так же, как и GitHub. Если там он пустой, то не крепите его, пожалуйста, если там нечего посмотреть. Мне кажется, еще с Кирой Кузьменко был такой вот вебинар. Она тоже сама говорила. Ну, кстати, да, про GitHub. У меня тоже было отдельное интервью с разработчиком, и он рассказывал про джуниоров как раз, разработчиков как с джуниором. И вот он тоже, кстати, говорил про GitHub, что очень важно, чтобы он был заполненный. И вообще важно, чтобы он был. Обязательно крепите и лепите свое резюме, свое портфолио. Да, соглашусь. Так, у нас последние два вопроса. Так, по визе F1 можно устроиться и таким образом легализоваться? Или это тоже геморрой для работодателя? Смотрите, виза F1, да, она, это студенческая, да, виза, виза F1. Вы по ней не можете работать. Ну, вот, по закону, да, вы приезжаете учиться, вы не работаете. Даже портфолио. Да, да, вы не можете работать по визе F1. Вот, но после окончания университета у вас есть так называемый OTP, Optional Training Program, да, я не знаю, как это расшифровывается. В общем, это то время, когда вы можете стажироваться, и дальше у вас еще есть время как бы искать работу. За это время, почему я тоже рекомендую, кстати, я не упоминала такая возможность переезжать в США через MBA либо через другое образование, потому что за это время вы обрастаете контактами и нетфоркингом. Вы, во-первых, находитесь на территории США, что проще для работодателя, вы можете прийти в лицо, показать своему нанимающему менеджеру, можно сказать, я тут, я здесь, я настоящий. Я не кто-то какой-то образный резюме человека из Восточной Европы, да. Вы знакомитесь, вы можете поддерживать контакт со своими работодателями, вы можете начать строить нетфоркинг еще с самого начала, когда вы начали учиться, зная потенциально, что вы будете работать здесь. Вот, и дальше отсюда сделать этот трансфер на H1B, он гораздо проще. И плюс образование учит вас, как проходить резюме, ой, собеседование. Вы пишете резюме, вы проходите тренировочные интервью и что-то еще хотела сказать. В общем, да, вы пропитываетесь еще культурой, вы понимаете, как вообще люди живут, как они общаются, да. Вы не просто какой-то незнакомый человек, вы уже здесь на месте. Поэтому через студенческую визу действительно хорошая возможность переехать в США с последующим переводом на какую-то другую визу, да. Это может быть H1B, это может быть O1, это может быть какая-то другая виза. И вот в продолжение, кстати, к этому же вопросу, сложно ли сменить статус туристической визы на рабочую, уже находясь в США? Ну, вы должны идти через тот же самый процесс, да. Если мы говорим опять H1B, это тот же самый процесс. Вы должны найти работодателя, работодатель должен играть в лотерею, он может выиграть, а может и не выиграть в лотерею. Единственное, что у вас, какой у вас здесь плюс, это то, что вы находитесь здесь в США, и вы можете познакомиться лично с своим работодателем. Чаще всего, что я вижу... Пиши Павел и получите денег. Спасибо, Павел. Да, да. То есть чаще всего, что я вижу, люди, которые переезжают по визе B1, они либо подаются на визу U1, да, потому что U1 – это не лотерея. Это, грубо говоря, это факт. Если вы плюс-минус талантливый человек, у вас есть какие-то достижения, идите подавайтесь на визу U1. Это очень реально. Есть категория бизнес, есть категория арт, да, в зависимости от того, где вы, что вы. Айтишники чаще всего идут в категории бизнес. Вот, вы подаете как талант... Или сайенс, да, вот если мы говорим про разработчиков data science и так далее, они могут уйти в категорию сайенс. И это не лотерея, да. По крайней мере, вы будете точно уверены, что если вы выиграете свой кейс, ну, как бы заполните хорошо свой кейс, то вы получите эту визу, и вы будете здесь жить и работать. Вот, да, можно выйти замуж или жениться, можно... Кто-то подается на политическое убежище, тоже такие кейсы, я знаю, приезжают сюда и подаются на политику. А кто-то выигрывает, кстати, тоже лотерею, но и такие есть. Я понимаю, что лотерея Green Card – это лотерея, но у меня достаточно много знакомых, которые выиграли лотерею. Вот. Окей, хорошо. Мне кажется, мы уже так обширно ответили на все вопросы, и у нас как раз осталась минутка. Ань, тогда я тебя еще раз благодарю за твое время. Мне кажется, надо уже завершаться. Можешь нам сказать, там, не знаю, пару слов на путь в поиске работы в этом году или на следующее? Слушайте, я забыла очень важную вещь сказать про визы, ребят, про студенческие, да? Вот сейчас вот у меня... Я только что поняла, что сколько выпускается... Выпускается в год 80 тысяч виз H1B. Да, заявок гораздо больше. Из них, поправьте меня, если я не права, 20 тысяч, 20 тысяч – это для студентов, выпускников. То есть, если вы выпускник какого-то института в США, вы играете в другой лотерею. Вы не конкурируете со всеми, кто просто проезжает, вы играете в лотерею с выпускниками. То есть, шанс ваш выиграть H1B, если вы выпускник, он гораздо выше. Вот. Это очень важный момент, я забыла его упомянуть. Вот. Напутствие. Напутствие. Терпение, да? Понимать, что переезд в США – это долгосрочная стратегия. Если вам нужно очень быстро сменить страну, я советую выбирать какие-то более простые страны. Вы можете использовать другие страны как некую ступеньку для следующих, для переезда в США. Допустим, если вы переедете в какую-то европейскую страну, вы, по крайней мере, хотя бы адаптируетесь к культуре, чтобы не было каком-то шок, вы потренируете свой английский язык. Вот. Дальше. Собеседование в США – это боль для всех. Это боль. Это очень конкурентный рынок. И вы в США конкурируете с лучшими из лучших. Вы конкурируете с людьми из Индии. И, чем хороши люди из Индии, они берут своим упорством. Это люди, которые тренируются в своей собеседовании просто с утра до вечера. Вот. Поэтому имейте в виду, с кем вы конкурируете. Это китайцы и вообще азиаты, которые просто очень-очень умные, талантливые в математике. Да, и в каких-то технических науках. Вы конкурируете с американцами, у которых идеальные презентационные скиллы, которые здесь выросли. У них идеальные английские понимания культуры. То есть вот знайте, с кем вы конкурируете. Да, и понимайте, что вы больше будете получать отказов, нежели офферов. Что на самом деле очень болезненно для всех тех, кто приезжает из Восточной Европы и привыкли к тому, что офферы – это легко. Да, оффер. Ты пошел, там пообщался и получил оффер. Да, Америка не так. Да, ты здесь чистый лист, ты новый человек, тебя никто не знает. И ты конкурируешь с лучшими из лучших. Да, в 90% случаев ты будешь получать отказ. И отказ – это нормально. Отказ – это неплохо. Правильно, как Белла заметила, это не про то, что вы какой-то не такой. Это про то, что рынок такой. Да, просто надо принять как факт такой рынок. Да, отказ – все, поехали дальше. Ничего страшного. Все, поехали дальше. Не надо сидеть, переживать и как-то заниматься самобичеванием. Еще хуже, да. Все, поехали дальше. И то, что вам откажут, вообще на самом деле ничего не говорит. Вы в этой компании можете податься еще и еще и еще и через год. И есть люди, которые подавались в одну и ту же компанию и там через три года получили оффер туда. Ну, абсолютно нормально. Просто это машина, это поток. Да, вы просто что-то делаете, постоянно собеседуетесь и вот просто будьте к этому готовы. Отлично. Спасибо огромное, Аня. Давайте все поблагодарим Аню за то, что она нам уделила сегодня время. Вот. Это было, правда, очень полезно и круто. Вот. Так вот. Благодарности в чатике. Можно почитать. Я думаю, что мы можем завершаться. Комментарий от Павла. Павел, спасибо огромное. Там по-другому с выпускниками. Сначала вы играете выпускников, а потом, если не выиграли, в общем, шанс в два раза выше. Ну, да. То есть, да, идея была в том, что если вы выпускник вуза, ваш шанс выиграть лотерею Чван-Би, да, выше. Спасибо большое, Павел, за комментарии. Да, и за вашу активность тоже сегодня. Спасибо, Павел, большое. Да, да. Спасибо большое, да. Добавляйте ко мне в Линкдин, находите Анну Наумова. Я, наверное, здесь розовыми волосами. Да, и фолловьте обязательно YouTube-канал Prodcast. Очень интересный. Да, тоже в YouTube по имени-фамилии Анны Наумовой я легко ищусь. Я первая там вылезаю. Да. Так что меня легко найти. Спасибо. Спасибо всем большое. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Всем пока. Все, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok